вчера буквально получил я посылочку заказывал с алиэкспресс заказывался металлоискатель md 4030 p но буква p обозначает это что он якобы профессиональный но это естественно не так он аналог почти металлоискателя 4030 md но только вот я покажу вам у его есть некоторые различия я ее вчера эту посылочку получил уже скрывал так как вот эта посылка она шла мне буквально она три месяца шла заказывал я еще в январе пришла она вчера 19 апреля на только что мне пришла была вот упакована на такой вот ящичек видите даже здесь вот закрыта была это похоже вот на одеяльце такое с воздухом вот такая вот она посылочка мне пришла я конечно здесь уже немножко распаковал вот этот сам прибор выбросе с белым циферблатом с таким вот поприятнее смотрится вот так md 40 она 30 отличается чем вот видите какая форма там сплошная тарелка здесь вот такая вот уж у меня у товарища есть это md 40 30 у его сплошной но я вот выбрал себе такой вот стоимость вот она была md 40 30 чисто у его стоимость была так если на то время было 2400 рублей вот это вот он мне стал 2672 рубля так что вот такая вот посылка пришла вот здесь вот посылки вот видите есть инструкция вот эта инструкция она на английском языке и на китайском так что она принципе то и не нужна так как можно посмотреть как это пользуется вот здесь вот видите вот находится ручка такая и вот они все либо бомбасы вот они все я пока не буду собирать вам это собственно и не надо он собирается довольно просто это даже не надо смотреть никакой инструкции он как собираться там гаечки бочки все это на месте просто его работу его надо вот было проверить то что он работает вот этот вот искатель и он работает на двух кронах вот я крону уже купил себе это вот я покажу вот они стоят две кроны эти вот кроны у меня по 50 рублей это недорогие такие потому что я просто посмотреть как он работает исправность его получилось он неисправный был бы я его отослал вот такие вот две кроны здесь вот стоят это не одна и вторая там сейчас мы проверим его рабочее состояние вот кто если хочет купить я продавца вам не буду указывать так что я говорю мне шла на почти три месяца трекер он никак не просматривался просматривался только попала на каким-то образом в алмату и с алматы это было где-то до февраля месяц и там и потерялась я думал вообще не придет она так что ну вот она пришла сейчас я покажу вам как он примерно работает он подключу его собирать его сейчас пока не буду так что у нас еще вот вчера были в саду на даче попытался там грядочку немножечко даже этими грабликами думаю сейчас подровняю земля еще мороженое так что придется ждать мая месяца я в основном я копаю металлокопом занимающийся я копаю монетки черный металл я не ищу так это ради души ради интереса я его купил себе сейчас я покажу как он работает ну вот я подключил металлоискатель сейчас посмотрим как его рабочее состояние какое просто китай есть китай много тоже ребят знаю приходят они неисправны но и на левые приходят я сперва тоже посмотрел на коробку обычно коробка есть написано фирмы которые выпускают на этой коробке не было тоже немножко расстроился сейчас посмотрим вот я его включаю вот он заработал ну сенс я всегда ставлю я принципе его на 12 часов ставлю так как дальше поставишь это у нас мирализованная почва бывает то что учебень попадается металлизированный начинает он немножко глючить показывать всю ерунду копаешь там ничего не то что на 12 часов всех заставлю вот дискриминатор я вот сейчас поставил я на алметалл это все металлы значит он будет смотреть вот которые металлокопом занимаются например они ищут черный металл они сюда не ставят никогда потому что начнет он все показ не просто чернину там покрупнее надо а гвоздик ли попадется пробки вот особенно пробок от бутылок много раньше даже были алюминиевые как их назывались такие пробки водки же много пили по полям ходишь там чайка хозники сюжет они работали там ну ну попивали мы даже вот есть много кто постарше знает на картошку ездили тоже картошку собирать тоже ну без вина то не обходилось это так что пробок много будет показывать под но я вот почему это поставил сейчас все металлы сейчас вам покажу просто я в основном по пляжам иногда хожу я ради интереса ищу монеты там ну много чего бывает находишь там и лишнего бывает сейчас покажу смотрите вот у меня вот это например два рубля но сейчас современные смотрите раз ну сантиметров 15-20 точности не буду показывает вот это вот меня 10 рублей 10 копеек на таком же расстоянии показывает 5 копеек показывает 5 рублей показаться уже сантиметров 20 вот это вот вот у меня золотое кольцо вот это я нашел золотое кольцо вот на таком расстоянии показывает в общем короче все монеты он хорошо показывает потом есть его чернину кто ищет да в основном вот ставьте на 11 на 12 часов сейчас ставим на один часов все он отсекать будет более мелкие вот видите показывает ну мелкие гвоздики то проволочки будут отсекать вот можно вот с таким вот ходить вот на 11 часов если вы ходите не по пляжу вот сейчас поставим на 12 часов например тоже показывает но уже хуже поменьше так что вот такой вот смотрите вот я вам полностью не буду показывать это процессе работы я как тоже когда брал у друга чем копать если заниматься ну так настроишь так это по ходу по посмотришь монеточку найдешься посмотришь как она показывает я в основном показывают какие приобретать вот это вот он чуть подороже это 40-30 который но обозначение на нем п стоит это там мало обозначает что профессиональный что катушка конечно она на сантиметр на два мужа проверяли у ребят это были она сантиметр на 2 но это катушка на получше она все-таки ищет монетки я в основном монетки ищу ну так ради интереса я черным металлом не занимаюсь но черным металлом конечно тоже хорошо ну идет они все вот эти недорогие они во всем чернину у нас ищет они находят и всего его можно вот и на поле даже вот но за один день вот здесь копа не было за день день его вернуть все это что вложено вот он обошелся мне две тысячи шестьсот семьдесят два рубля не такой дорогой но продавца я вам не буду рекомендовать давать потому что я сказал три месяца уже почти шел у меня я уже не надеялся что придет и так что вот он только пришел вчера так что всем всего хорошего кого есть возможность подписывайся на мой канал потому что я металлокопом еще буду заниматься немножко летом ради интереса буду это выкладывать свои ролики а вот такой вот у меня металлоискатель собирать его сейчас полностью не буду потому что у нас еще апрель месяц у нас еще как говорится земля не оттаял я уже предисловие говорю что я вчера только на дачу поехал хотел грабельками немножко почистить под цветы но ничего не получается будем так что май ждать июнь месяц там будут свободные дни и займемся поисками всего хорошего до свидания подписывайся здесь возможность на мой канал а